Водителя не было видно. Они шли на автопилоте. Грузовик был приманкой. Интересно, что стало с камнями? Этот белый... Коул, что случилось? Коул, Кэм, как вы? Поверить не могу. Как он появился? Это строжайшая тайна. Существует ли он? Этому нет официального подтверждения, и всё же он существует. Совершенное оружие для несовершенного будущего. Грузовик показал, что взрыв был вызван небольшим количеством взрывчатого вещества, желеобразного вида. Напалм с астероидами. Никогда не видел такого быстрого возгорания. Даже не хочу думать о том, что будет, когда они снова его используют. Я знаю только, что его придумали именно для диверсионных целей. Грузовик был приманкой. Интересно, что стало с камнями? Я разговаривала с детективом из метров. Бриллианты тихо вынесли, пока мы преследовали наживку. Созвучатся её методами. Почему бы не арестовать, Ходжи? Не за что. Кстати, с тех пор, как начались эти ограбления, его никто не видел. Мне кажется, он наш клиент. Предложим Райан с возможностью отомстить ему. Она ухватится за эту возможность. Я свяжусь с тюремным начальством. Её отпустят. В метро она будет под охраной. А если она сбежит? Веслик, я не знаю, что... Законченная стерва. Я знаю, что она воровка. Но почему стерва? Если ты будешь надо мной издеваться, то лучше прекратить этот разговор. Прости. Когда я только начала работать, мы обручились с молодым офицером, Питером Купером. Мы начали встречаться ещё в академии. Он задержал её за дорожное нарушение. Запросил в неё данные... Томас Коул, специальный агент. Детектив Камерон Вестлейк. Мы хотим забрать Евангелину Райанс. Не будем церемониться, правда, Вестлейк? Мы же старые друзья. Она преступница. Именно так к ней нужно относиться. Тот, кто совершает окравление, действует дерзко, но предсказуемо. И я вам понадобилась, потому что их действие предсказуемо. Очень похоже на Райанс. Этот красавчик просто раздевает меня взглядом. Тебя заводят тюрёмные решётки, да? Не предполагал, но теперь, когда ты об этом и сказал... Хватит. Мы забрали тебя, чтобы ты помогла нам в работе. Пока я не переоденусь, я ничего не стану делать. Что? В этих обносках ничего нельзя делать. Она же не может ходить по городу с номером на спине. Вы что, хотите, чтобы я дала ей свою одежду? Лучше не надо. Я своих лохмоть их похожу. Чёрный цвет мне нравится гораздо больше оранжевого. Кто-нибудь может мне помочь? Я мог бы ей помочь. Что? Не мечтай. А мне казалось, что ты джентльмен. Поэтому я стою здесь. Как я выгляжу? Удивительно. Можно сразу понять, кто ты такая. Спасибо. По-твоему, ты сможешь управиться за пять минут? Полтора миллиона для нас не цифры. Мы постараемся сильно увеличить эту сумму. Что, ты решил? Да, решил. Посмотри на это. Подумай, какая нужна температура. Говорю, у тебя это будет наше лучшее дело. Господи, Джонни, я могу... ...всё, что она хочет узнать. Пять лет назад, но причём... Можно использовать кислоту, она разъедает покрытие, а потом можно начинить щели взрывчаткой. Мистер Нойс, я бы сменила дверь. И побыстрее. Можно посмотреть чертежи. Попробуйте титановое покрытие. Даже на стены. Вентиляционные шахты, помещения, где хранятся ценности. Да, но это же очень массивные стены. Толчатые... Неплохо. И всё это на зарплату полицейского? Ты не берёшь взятки? Нет. Коул, пусть она расскажет тебе о Ходжи. Ты проголодалась? Это похоже на игру. Ты злой коп, Коул, добрый. Отлично придумано. Это не игра. После того, как мы возьмём твоего бывшего дружка, что ты будешь делать? А потом помогу тебе. Спасибо, Коул. Для меня это много значит. Я могу звать тебя Томом. Она обращается с ним как с заводной куклой. А что у тебя с Вестлейк? Только работа? У нас с Вестлейк только профессиональные отношения. Кстати, трюк с офицером Купером тебе не удастся, не мечтай. Можно было бы и мою версию послушать. Не хочу. Вестлейк столько лет сражалась с мужчинами в мужском мире, что совершенно забыла, что значит быть женщиной. Мужчина обращает на неё внимание, но потом забывает об этом, потому что им подворачиваются более интересные зубы. Например, ты. Да, таким она проигрывает. Где Вирджил? Давно пора. Не придумывай ничего такого. Я просто тебе помогаю. Наручники останутся на тебе. Ничего не слышно, только посторонние шумы. Она выбрала самое удобное место. Ничего нельзя разобрать. Что? У нас гости. Ходж с друзьями. А ты говорила, этого подонка Ходжа невозможно найти. Райан с пламя. А эти ребята всего лишь мотыльки. Может быть, мы сможем всё закончить и без её помощи. Что ты задумала? Так говоришь. И всем режешь мясо. Хоу. Рад вас видеть. Полыбайся и поскорее отдай свой пистолет моему приятелю. Всё будет хорошо. Привет, крошка. Прости, что не писал. Для этого тебе пришлось бы научиться читать. А теперь прогуляемся на кухню легко и непринуждённо. Такие, как ты. Что ты делаешь, Джонни? Джонни. Что ты делаешь? Что? Завершаю начатое. Я должен был это сделать уже давно. Джонни. Джонни. Но она ещё жива. Я останусь при своём мнении. Ходж и его банда будут брать хранилище. Приготовься к худшему. Мы должны думать и о других вариантах. Догоняйся, старичок. На зелёный идёт? Идиот. Не душей, Элли. Тихо, как в церкви. Тихо, как в церкви. Мне кажется, мы должны подумать о других вариантах. Компания по продаже драгоценностей, аэропорт, холдинговая зона. Она с Ходжем ограбит хранилище. Райанс погибла. Она тобой манипулировала. Послушай, я не Питер. Я не схожу с ума из-за хорошеньких мордашек. А кто такой Питер? Ладно, в другой раз. Веслик, говорите. Говорит Нойз. Из хранилища. У нас проблемы. Время на исходе. Поехали. Едем. Вперед, вперед, пошли. Ничего не видно. Дай ружье. Возьмите, сэр. Фонарь есть? Вот он, сэр. Никто не заходит, пока медики все не обследуют. Хорошо. Ну что здесь? Они растопили платину и вытянули ее через эти дырки. Осторожней с платиной, она еще горячая. Я принимаю твои извинения. Отлично, снова друзья. Общее объятие. Что скажете? Можно и без этого. Но знаете что, ребята? Они выставили нас дураками. Элли, знаешь что? Теперь мы снова в начале пути. Не совсем. Оставь-ка так, Элли. Увеличь грузовик. Что, ты хочешь найти их по посуде? Нет, смотрите в зеркало заднего вида. Увеличь отражение. К чему ты клонишь, Кух? Видите кусочек неба? Райан свернется в тюрьму. Это где-то на окраине города. Маккензи. Нет, не то. Это Чедвик бензин. Это шесть кварталов на запад. Стрэттон-стрит или Дюбро-авеню. Дай-ка карту. Им предстоит переплавить плазину, иначе все не имеет смысла. Сталь. Старелетейный завод Пантеона. Там работал мой дядя Бруно, когда приехал из Старого Света. Поторапливайтесь. Я должна выехать из страны до полудня. Да, тогда помоги нам. Я мозг нашего предприятия, поэтому физический труд предоставляю вам. Договорились. Если хочешь, получит лето по восемь. Там им самое место. А я так и не попробовал салату фанданго. Может быть, сходим? Пожалуй, я... Только платишь ты. Только вегетарианскую пищу. У меня до сих пор волосы пахнут поленым мясом. Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон»! – Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...